Меня зовут Виталий, я заместитель директора по стратегическому развитию. Компания называется Азатом. С 2018 года мы производим регулятор давления. Производство находится у нас в Казани, на территории Химгорода. Изначально компания существует с 2013 года. На первоначальном этапе мы занимались просто перепродажей. А в 2018 году, где-то в начале 2018 года, было принято решение перейти именно в производственную часть и заниматься производством. Компания называется производственное предприятие КПСР Групп из Минска, из Беларуси. Завод-производитель запорно-регулирующей арматурии. Наша компания называется ООН ППС ТОУСПРОМАШ. Сегмент это изготовление трубопроводной арматурии, в частности шаровых кранов. Добрый день. Компания наша всем известна. Называется она Самсон Контролс. Компания представляет бренд Самсон, немецкого производителя регулирующей запорно-регулирующей арматуры, в Российской Федерации и странах СНГ. Мы сейчас на данный момент работаем в основном на нашем, на российском рынке, плюс Беларуси. Из западных контрактов, ну то, что у нас за границу пошло, это была поставка на Иран. Все, больше как бы, в основном все местный рынок. Мы экспортно-ориентированная компания, то есть мы в основном производим на экспорт из Беларуси в Россию. Мы работаем на внутреннем рынке, ну, экспортом мы нашей продукцией не занимаемся пока. В первую очередь, конечно, мы, как я уже сказал, дочернее подразделение представительства немецкого концерна Самсон. Самсон Групп сейчас есть такой, скажем так, определение нашей группы компаний, производящие разные виды арматуры в Европе. В Германии штаб-квартира, плюс европейские заводы, производящие разные виды регулирующей запорно-регулирующей арматуры, конечно, которые мы импортируем в Россию. Но сейчас Самсон все больше и больше становится известен не только на словах, но и на деле своими поставками арматуры, которые собираются здесь в России. В Ростовской области у нас завод, полностью локализованное производство. Благодаря этому мы сейчас достигли высокого процента локализации. Мы выпускаем уже две линейки арматуры. Это дисковые затворы, это регулирующие относительные клапаны, изготавливаемые из сырья и заготовок российского происхождения, российского производства. Сейчас мы вышли на уже тот уровень, когда мы себя называем производственной компанией. Мы занимаемся не только импортом, мы занимаемся поставкой продукции российского производства внутри России, а также в странах СНГ. Здесь, кстати говоря, мы в Казани, здесь работает офис Самсон Контроллс, город Казань. В Нижнекамске у нас подходит к завершению строительства сервисного центра Большого, на базе которого также будут некоторые этапы мелкоузловой и крупноузловой сборки нашей арматуры, освоенной в ближайшее время. Какие гарантии? Эксплуатации, но не более 36 месяцев со дня отпуска. Пока на данный момент нет. У нас есть партнерские отношения с компанией КПСР Групп. Пока на партнерстве остановились, слияние пока не планируем? Нет, мы не планируем. У нас есть очень хорошие партнерские отношения. Тем более мы не резиденты Российской Федерации, мы все-таки завод из Беларуси. У нас со всеми хорошие отношения с нашими партнерами, но слияние пока не предусмотрено. В данном случае нет. Наша компания сравнительно небольшая. Мы просто развиваемся, увеличиваем свои площади и мощности по механообработке, но слияние никакого пока не предусматривается. Как такового слияния поглощения в том масштабе, о котором вы упомянули, конечно нет. Но почему я упомянул термин определения Samsung Group? Это группа компаний, входящая в единый холдинг, производящие различные виды арматуры и разной продукции. То есть, естественно, Samsung приобретает некоторые новые компании, производители того или иного вида новой продукции, интересных для объединения, создания некого общего портфолио. Одно из последних приобретений Samsung это была израильская компания Precognize, производящая продукт под названием Samgard. Это программное обеспечение, применяемое для комплексной, предиктивной аналитики технологического оборудования, установленных на площадях нефтеперобарщих заводов, нефтехимических заводов. То есть, это предиктивная диагностика, позволяющая работать не только с арматурой, но и с другим технологическим оборудованием, установленным в рамках одной установки или завода. Ну, первый момент, который я хочу отразить, все, что используется в регуляторе, оно чисто российского производства, то есть, нет ни одной детали, которая импортная. Ну, возможно, кроме фитингов для обвязки, остальное все российского производства. Полный цикл, кроме литья. То есть, литье мы делаем тоже так же у партнеров, отливаем по своим формам. Ну, то есть, это наше литье. Всю металлообработку производим мы сами. То есть, мы покупаем только корпуса и покупаем только приводы и обвес. А все остальное мы делаем внутри себя. Настраиваем, точим, варим. Мы не можем себя отнести к заводу полного цикла, так как мы являемся потребителями проката, являемся потребителями полимерных каких-то материалов для своих изделий. Ну, понятно, что у нас нет литья, но мы стараемся закрыть максимум с точки зрения обработки этих материалов, сборки, контроля, значит, нанесения каких-то покрытий. Вот, соответственно, в этом смысле увеличиваем объем производимых операций собственными силами. Основная концепция – это, в принципе, производство практически полного цикла, как в Германии или вообще, в принципе, в Европе, так и здесь, в России, в Ростове. Но, естественно, у нас нет своей литейки, например, поэтому материалы, заготовки, это отливки, упаковки, штамповки, листовой прокат и прочее, естественно, мы заказываем, закупаем у проверенных и квалифицированных поставщиков, с которыми процессы квалификации и оценки качества проводятся очень детально, долго, так как все-таки у нас в свое время был некий такой, значит, слоган – немецкое, российское производство, немецкое качество. То есть подход, в любом случае, у нас детальный к контролю качества на каждой ступени производства. Знаете как, любой закон, он носит ограничительный характер для ряда компаний, которые не соответствуют стандартам. И как раз эти компании, которые не соответствуют, они делают демпинг на рынке, его просто напросто роняют. Поэтому внесение новых стандартов – это нам на руку, мы не против. В любом случае, нормотворчество – это нормальный процесс. Если об этом правильно уведомить и правильно к этому подходить, это нормальный живой процесс. Техника развивается, все развивается, поэтому, естественно, и ГОСТы какие-то устаревают, какие-то вводятся новшества. Безусловно, это нормальный процесс движения вперед. Мы, безусловно, это все видим. Данные изменения отражаются у нас в нормативной документации. В частности, ГОСТы и нормативка крупных заказчиков, она отражается в изменении технических условий, отражается в изменении той документации, которой мы пользуемся ежедневно в работе. То есть это все вносится соответствующими службами и применяется в производственном процессе. Ну, само собой, у нас есть собственный проектно-конструкторский отдел, который, в общем-то, отслеживает изменения этих стандартов, норм. Это же касается, допустим, процессов сертификации и каких-то других моментов. Да, мы идем в ногу со временем во всех этих отношениях. И это, конечно, где-то отражается, но и на производстве, там где-то и на увеличении количества времени затраченного на оформление тех или иных документов и прочее. А так, в принципе, да, мы отслеживаем все эти моменты. Несмотря на то, что цена на металл возросла от 20 до 40%, мы на данный момент пока держим цену. То есть у нас с 2019 года повышений не было. Мы растем, мы растем. Завод перерастает хорошими показателями, вне зависимости от того, пандемия или не пандемия. Наша продукция потребляется в любом случае, а дальше это только работа, ежедневная работа менеджеров по продажам и сотрудников коммерческих средств. И, естественно, техники. Наверное, нужно говорить о том, что цены несколько выросли, учитывая то, что стоимость комплектующих наших, в частности, металлопрокат, он подрос. Ну, безусловно, мы видим то, что и цены наше оборудование тоже имеют тенденцию к росту. Благодаря локализации определенного вида продукции, да, мы можем сказать, что у нас есть уже определенные аналитические расчеты и показатели, благодаря которым, да, мы уже, в принципе, идем и говорим. Например, здесь вы имеете разницу в цене, снижение цены на 30% по сравнению с немецким аналогом, да. То есть для вас это выгода, плюс наличие запчастей постоянных на складе, плюс наличие сервисной службы 24 на 7 российской. Ну, в комплексе, конечно, финансовая выгода здесь налицо. Расширяться и быть более узнаваемыми, да, то есть работать над маркетингом. Я хочу, чтобы пожелать вообще компании профессионализма, больших заказчиков, больше рекламодателей растите и развивайтесь. То есть работа с компанией Армторг для нас цена и важна, потому что для нас журнал является информационным партнером и он доносит свежую информацию до наших потребителей и до наших заказчиков. Армторг всегда был для нас хорошим партнером и остается, да, и это люди в первую очередь, которые хорошо разбираются в арматурном рынке, ориентируются в нем и в российском, и в зарубежном. Вот, которые доносят некую нашу, скажем так, информацию о нашем развитии, о наших успехах, да, наших заказчиков, для клиентов и аудитории, которая, в принципе, является и читателем, и зрителем ваших ресурсов. Хочу пожелать, чтобы вы развивались дальше, чтобы для вас преграды были все преодолимы в условиях нынешних реалий, да, и на российском рынке, и международная обстановка, и что не могло помешать вам идти дальше, развивать какие-то новые пути, донесения полезной и интересной информации до читателей, зрителей, слушателей, неважно. И тогда удача будет сопутствовать и вам, вашим коллегам, и все у вас будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok